Всем привет! Продолжаем смотреть интересные картины. Сегодня я познакомлю вас с художником Гвида Каньячи. Итальянский художник эпохи позднего барокко, принадлежавших Фарлийской и Болонской живописным школам. Я зачитываю Википедию. Родился в городке Сан-Тарканджело, Дерамания, около Ремини. При поддержке отца отправился в Болонию, учился там, по-видимому, у Людовика Карачи или его учеников. Затем обучался в Риме у Гверчина. Близкие ему художники в этот римский период были Гвида Рени и Симон Уэя. Работал в Ремини, учился у Мелодца да Фарлий. В 1628 году неудачно пытался бежать со вдовой аристократкой Теодора Стивии, родные которой не давали согласия на брак. В результате Каньячи был вынужден на время покинуть город. По возвращении в Ремини в его работах просматривается влияние римских последователей Караваджо. Ранее картины написаны религиозные сюжеты, однако после возобновления дружбы с Николой Рениери в Венеции он часто рисовал чувственных обнаженных женщин, включая изображения Гукреции, Клеопатры и Марии Магдалины. Работы Каньячи не были поняты современниками, но современные критики дали им высокую оценку. Его живопись считается теплой, насыщенный цветом, обогащенный игрой теней и красок. Наиболее зрелые произведения Каньячи ассоциируются с периодом барокко и характеризуются использованием светотеней и чувственных сюжетов. Переехав в Венецию, посвятил себя частному салону. Картин, на них часто изображались чувственно обнаженные женщины от бедра, как я уже говорил, это Укреция, Клеопатра, Мария Магдалина. В Венеции он взял учеников, основал мастерскую и, в общем, добился значительных успехов, несмотря на резкую критику венецианских художников. Его работы завоевали популярность у коллекционеров и приобрели большую популярность благодаря репродукциям. В 1658 году отправился в Вену, где находился под патронажем императора Леопольда I. В общем, был придворным художником. Некоторые современники описывали его как эксцентричного, ненадежного и сомнительного морального человека. Говорят, что ему нравились общества женщин-моделей, одетых как мужчины. Около 1640 года Каньячи снова был в Болоне, начал рисовать соблазнительные женские фигуры уже в пол, которыми он наиболее известен. Этими картинами обязаны баллонскому художнику Гвида Ринни. Но Каньячи пошел дальше Ринни в откровенной чувственности своих фигур. Историк-искусствовед Пазини говорит, что искусство Каньячи было высоко оценено. Умер он в Вене в 1663 году. И сейчас он признан одним из самых опытных и нестандартных художников итальянского барокко. Ну вот, наверное, и все, что мне удалось найти. О Гвида Каньячи, итальянском художнике эпохи позднего барокко, принадлежавших Фарлийской и Болонской живописным школам. Все, пока-пока. До свидания. Смотрим картины. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»